Худший сценарий для биткоина это поход цены от вершины этого зеленого канала до его нижней границы. Биткоин уже так делал раньше, но что это значит для него, какая цена может быть и когда это может произойти? Об этом мы поговорим в этом новом видео, тайм-коды я оставлю в описании. Видео было очень трудоемким, поэтому буду благодарен твоей поддержке лайком. На самом деле, если на этом видео будет 2000 лайков, кроме обычных выпусков с обзором всех самых важных событий из мира криптовалюты, я буду на регулярной основе разбирать графики биткоина, а может быть и альткоинов. Напиши в комментариях, какой альткоин ты бы хотел увидеть в моих разборах. Итак, давай начнем с двухнедельного графика цены биткоина. На этом графике мы видим два очень полезных долгосрочных канала. Особенно нас интересует конкретно нижний зеленый канал. Биткоин может упасть до самой его нижней границы. Так уже происходило, например, в 2015 году вот здесь. Ситуация тогда была точно такой же. Цена биткоина тогда упала до нижней границы этого канала вот здесь, как ты видишь. При этом движение канала было направлено слегка вниз, точно так же, как и сейчас. Посмотри. Сейчас, как ты видишь, канал тоже направлен вниз. В 2015 году цена биткоина слегка коснулась верхней границы этого канала вот здесь, прежде чем рухнуть до нижней границы. Сейчас, как ты видишь, цена биткоина тоже коснулась верхней границы этого канала. К чему приведет падение биткоина к нижней границе этого канала? Итак, этот зеленый канал исторически представляет лучшую возможность купить биткоин. И это не мое мнение и не мнение кого-то еще, это просто факты на графике, достаточно просто взглянуть. Если мы проанализируем 2015 год, то легко сделаем вывод, что все то время, когда цена биткоина находилась в этом зеленом канале и было лучшим временем для покупки биткоина. То же самое было и в 2018 году вот здесь. Как ты видишь, нахождение цены биткоина в этом зеленом канале было лучшим периодом для покупки биткоина. И то же самое было в 2020 году вот здесь, во время коронавирусного обвала. Вот именно этот диапазон и был лучшим временем для покупки биткоина. За 10 лет таких возможностей было всего около 4. И сегодня мы все еще находимся в этом канале, как ты видишь, вот. Мы находимся прямо в нем. Так что, если ты задаешься вопросом, покупать ли биткоин? Что ж, вот такой ответ на графике биткоина. Если цена биткоина находится в этом зеленом коридоре, что ж, самое время присмотреться к биткоину. Давай вернемся в 2011 год. Это был первый медвежий рынок для биткоина. Когда цена биткоина оказалась в этом зеленом диапазоне, в этом зеленом коридоре, канале, называй как хочешь, это и было лучшим временем для покупки биткоина. Достаточно просто, не так ли? Затем, когда цена биткоина пробила этот зеленый канал и превратила его в поддержку, вот тогда и изменился тренд поведения цены с падения на рост. Что в этом графике еще крутого? Это то, что ты можешь точно определить, что это не бычья ловушка, а самый настоящий бычий рынок. Когда цена биткоина пробивает вот эту белую линию, как она сделала вот здесь, например. И эта белая линия становится поддержкой, как вот здесь, например. Смотри, она все это время была поддержкой. Вот тогда и начинается настоящий бычий параболический рынок. Взрывной рынок. И сейчас мы находимся в зеленом коридоре снова. Верхняя граница его находится на уровне 26300 долларов. И мы находимся в этом канале уже 266 дней. В прошлый раз мы находились в нем 294 дня. Так что временные периоды почти совпадают. Единственная разница, что в отличие от двух прошлых ситуаций, в этом цикле у нас не было взрывного параболического роста до верхней границы этого красного канала. Но тем не менее, мы все равно находимся в этом зеленом коридоре, который исторически, как мы уже с тобой разобрали, являлся идеальным временем для покупки биткоина. Теперь я хочу перейти к следующему графику. Именно он может еще больше раскрыть тему худшего сценария для биткоина. Итак, перед тобой графики за 2015 год. И, соответственно, за сегодня. На обеих графиках, кроме цены биткоина, мы видим две средние скользящие. 100-недельная и 20-недельная. Во-первых, как только желтая средняя скользящая пересекла красную сверху вниз, последовало падение биткоина. Вот оно. На отскоках, как мы видим, трижды цена биткоина пыталась достичь этой желтой линии. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. И затем, только в четвертый раз после этого, цена биткоина сумела ее преодолеть. И мы видели вот этот рост биткоина вот здесь. Абсолютно все то же самое произошло и сегодня. Пересечение желтой линии и красной сверху вниз. Падение цены биткоина. Три раза биткоин пытался преодолеть эту желтую линию. Только на четвертый раз ему это удалось. И мы увидели вот этот рост биткоина здесь. Ну, очень сильно похожа ситуация, не так ли? Но если посмотреть немного детальнее, то даже удивляешься, насколько это красиво. Да и страшно тоже. Первая точка, в которой цена биткоина пыталась преодолеть эту желтую скользящую, находится практически на том же уровне, от которого цена биткоина отскочила вот здесь. После того роста выше желтой средней скользящей. И это случилось спустя 161 день. После того, как впервые биткоин попробовал достичь этой желтой линии. Теперь самое интересное, посмотри, что происходило сейчас, в настоящем времени. Но ты просто посмотри на это. Это и восхищает, и пугает одновременно. Вот первая попытка цены биткоина достичь этой желтой линии. Угадай, на каком уровне цены она находилась, эта попытка. Да на том же, от которого цена биткоина отскочила вот здесь. После того, как в четвертый раз сумела преодолеть эту желтую линию и вырасти. И это произошло спустя 175 дней после первой попытки. Просто сравни это. Неужели тебе не страшно? От того, насколько сильно это похоже. Многие люди скажут, что мы не можем это сравнивать. На этот раз все по-другому. Инфляция рекордная, в Китае проблемы, Россия, Украина, мир другой. Мы не можем сравнивать. Ну хорошо не можем, но факты. Факты на графике. Все абсолютно под копирку. Мы все время лжем. Люди врут. Новости врут. СМИ врут. Политики врут. Не врет только график. И график говорит, что сейчас ситуация практически такая же, как вот здесь, в 2015. И график одновременно меня и пугает своим стопроцентным совпадением. И восхищает своей математической красотой. Что же произошло тогда, в 2015, после того, как цена биткоина отскочила от этого уровня? Цена биткоина улетела ниже желтой линии. Но заметь, это было последнее падение на том медвежьем рынке. И последний шанс купить биткоин максимально выгодно. Кстати говоря, падение этого было достаточно скоротечным. Всего лишь несколько недель перед тем, как перейти в новый бычий рынок. Не важно, какую историю они попытаются придумать, но они попытаются сделать такую же картину сейчас, чтобы цена биткоина ушла ниже этой желтой границы. Внезапно объявятся какие-то страшные новости или события, но маркетмейкеры изо всех сил попытаются повторить сценарий до конца. Итак, складывая эти факты с теми, которые мы рассматривали в прошлых графиках, мы понимаем, что в 2015 году вот это падение до нижней границы зеленого канала не было совпадением. Мы просто были обязаны коснуться нижней границы этого зеленого коридора. Вот что тогда произошло. Сейчас мы снова находимся в этом зеленом коридоре. И где же эта нижняя граница на этот раз находится? Она находится на отметке около 14800 долларов за монету. Но нужно держать в уме то, что это средние скользящие и они не стоят на месте. Сейчас она, как ты видишь, движется ниже с каждым днем. Пока что. Так что, если нас и ожидает финальный крах цены, то вот он. Это его худший сценарий. И похоже, что это будет последний шанс купить биткоин перед новым буллраном. Конечно, никто не знает наверняка, вернемся ли мы к нижней границе, чтобы протестировать ее так же, как это уже было в прошлом. Но я скажу, что возможность такая есть исторически. И я бы на всякий случай поставил там ордера в диапазоне от 14800 до 14900 долларов за биткоин. Мало ли, вдруг ты проспишь эту шпильку. На этом все. Если видео было интересным и познавательным, не забудь поставить лайк. И, кстати говоря, это не финансовый совет, если что. Я думаю делать такие видео чаще. Возможно, ежедневно, если будет хотя бы 2000 лайков на этом выпуске. Ну а меня зовут Богатищий Ди, увидимся в новых видео совсем скоро. Пока.